добрый день господа согласитесь страшные туманные 90-е всякий асоциальный криминальный элемент очень любил хорошие машины но с тех пор прошло много времени этот самый криминальный элемент занялся бизнесом политикой разжирел например как я и этим людям понадобилась тачка в которой им в новом обличье будет комфортно и вот она бмв пиксель поехали что такое бмв господа в частности вот это x7 это та машина которая иногда хочется обладать с возрастом у меня например в детстве были такие автомобили то есть частично они были мои частично моих друзей но я много ездил на машинах этой марки с возрастом я стал более жадным более рачительным и пересел на лексус но знаете ребят отъезда в два с лишним года на лексусе я действительно дождался той бмв которая стала мне интересно вот эта машина вот это вот семерка она теперь нужных мне размеров то есть она большая мне в ней внутри будет достаточно комфортно как и членам моей семьи ну естественно моим старым друзьям которые помнят подобные автомобили только старые маленькие такие как x5 или m5 или как x5 m это большая машина ее длина 5 метров 15 сантиметров ширина 2 и она очень подходит для командных поездок куда-нибудь ну например к бабушке на дачу или на футбольный матч или на юг то есть словом эта тачка где команда себя будет чувствовать комфортно есть у нас на ю тубе такое явление как профессиональные автообзорщики и вот эти вот парни любят говорить про ноздри там про лазерные фары которых конечно в этой комплектации нет и что я могу сказать друзья мы сегодня будем говорить вообще про другое то есть мы будем говорить про то что чувствует человек когда едет в этой машине реально то есть нас ни о чем не просила представительство бмв по той простой причине что в правящую круги пробиться нам мне в частности не удалось у меня естественно не будет денег как и у большинства из вас на топовую комплектацию этой машины ну просто потому что это 10 плюс а вот найти в районе 6 7 миллионов рублей если постараться можно компания бмв господа прекрасно осознает с кем она работает если ты думаешь дружок что за 6 миллионов рублей купив эту машину по низу рынка ты будешь красиво понтоваться на улицах ты ошибаешься потому что бмв естественно сделала так чтобы ты страдал если заплатил мало ну согласитесь копеечная опция бесключевой доступ ну ты просто не хочешь попасть машину не доставая ключи и здесь за 6 этого не сделаешь тебе придется открыть ее ключом потому что чтобы он появился нужно комплектация эксклюзив а это не 6 а 7 миллионов рублей все обеспеченные люди господа ну когда они по-настоящему обеспечена конечно немножко лениво и никто не хочет ворочать руками двигателя перепачкаться и делать с собой что-то неприятное компания бмв подумала таких гражданах если вы захотите например перевести с собой большое количество багажа вам будет нужно всего-навсего нажать на одну кнопку и тогда с салоном произойдут вот такие занятные трансформации то есть весь этот процесс занимает ну не знаю порядка 20 наверное секунд и в это время если вы хотите умереть рано вы можете постоять покурить потрогать свою девушку за всякое или заняться чем-нибудь еще потому что все остальное ну что касается дела машина сделает без вас продолжая тему багажника естественно чтобы откинуть задний борт вам тоже не придется пачкать руки все происходит вот так ну и плюс конечно вы можете опустить машину для того чтобы вам было удобнее ее грузить потому что подвеска здесь пневматическая и если вам нужно опустить ее поверьте мне эта семерка опустится все мы привыкли господа к тому что бмв за 90 тысяч долларов ну как в этом случае это реально очень богатая подкомплектация машина как вы уже начинаете понимать в данном случае это вовсе не так поговорим о музыке я например не то чтобы был меломаном но люблю хорошую в том числе классическую музыку и здесь у меня его послушать тоже не получится потому что как вы видите на этих чудесных колонках нет надписи хотя бы харман кардон то есть что здесь стоит за 6 миллионов рублей тайна то есть некий ноу-нейм а если вы хотите харман кардон опять же эксклюзив опять же 7 то можно сказать о салоне тачки за 90 штук зелени друзья ну естественно вы думаете что вас будет окружать нежнейшая кожа обволакивать так сказать ваши барские телеса так вот ничего подобного здесь не будет все это вот такое цвета детской неожиданности изобилия будет сделано из кожи зама а если вы захотите кожу что правильно плюс 1 миллион рублей комплектация эксклюзив и выше если вы высокого роста господа я думаю в этой машине вам будет комфортно потому что именно по этой причине я обратил на нее внимание вообще поверьте мне я далеко не фанат бмв но здесь есть те плюшки которые действительно радуют своего хозяина то есть здесь есть панорама здесь есть огромный дисплей с хорошим разрешением достаточно если не брать в расчет последние мерседеса и такая вполне себе достойная цифровая панель ну честно говоря ее выполнить можно было получше потому что если вот сидеть напротив нее видно прям вот как активная зона выделяется на фоне такого мутного черного пластика ну и по большому счету прорисовка деталей тоже к сожалению оставляет желать лучшего за эти деньги как говорят некоторые не чуждые спорту автообзорщики этот автомобиль имеет одну платформу с роуз-ройсом кулина не могу этого утверждать не могу оспаривать но даже тех фишек которые есть в нем в принципе вот за эти 90 штук поверьте мне друзья находиться здесь достаточно приятно и остается всего один момент который может немножко охладить ваш пыл от покупки этой тачки а и и Субтитры сделал DimaTorzok Согласитесь, господа, если что-то нравится вам, возможно даже очень нравится, скорее всего это понравится другим людям. Ну то есть, проще говоря, эта машина будет крайне популярна у угонщиков, потому что нет ничего удивительного в том, что если человек неправильно нажил большую сумму денег, какой-то человек неправильно попытается ее отжать. Так вот, при цене в 6 миллионов, страховка на эту машину составит от 250 до 600 тысяч рублей, а налог порядка 60 тысяч рублей в год. То есть, проще говоря, если вы ее обвешиваете спутниками, будете паинькой с хорошей репутацией, вы заплатите в год всего 5 тысяч долларов. Ну, соответственно, к этой смешной сумме парня у вас добавятся расходы на содержание этой тачки, то есть плановое ТО и неплановые ремонты. Ну, знаете, с BMW так иногда бывает, что не все идет по плану. Машина-то все-таки такая высокотехнологичная. Более того, когда пройдет 3 года, вы надумаете с ней расставаться, как это происходит сейчас у меня с Lexus, вы тоже, конечно, не возьмете за нее обратно 6. Не возьмете 5, не возьмете 4, а, скорее всего, возьмете около 3, ну, в лучшем случае, 3,5. То есть, таким образом, мы понимаем, что трехлетняя эксплуатация этой машины, если все случаи по поломкам будут признаны гарантийными, обойдется вам, ну, где-то в 4 миллиона рублей. Кстати, еще учтите вот какой момент. Когда я говорю про команду, которая с вами вместе будет ездить на этой тачке, имейте в виду, что двое из вас должны быть карликами. Потому что, если все будут моего роста, сзади вам делать нечего. Алексей Сергеевич, покажи, пожалуйста, как усядутся наши карвушки сзади. То есть, авторитетная братва будет вынуждена довольствоваться. Ну-ка, покажем сейчас после того, как все это закроется. Вот таким вот пространством для ног. То есть, проще говоря, граждане босяки, 4 полноценных бойца и 2 инвалида, которые, ну, повредились на фронтах за финансы. Ну, а теперь, я думаю, господа, надо перейти к тому моменту, который позволяет понять, а стоит ли вообще отдавать вот эти вот бабки за саму машину и терять на ней порядка 4 миллионов за 3 года. А для того, чтобы это понять, нам надо просто на ней проехать. Значит, господа, что я могу сказать, прежде чем мы двинемся в путь? Значит, что здесь есть полезного? Ну, сами понимаете, что BMW это по своей сути конструктор такой вот прям наборный по опциям. Естественно, здесь есть куча всяких прибуд, то есть, индивидуальных настроек, не вызывает это никаких сомнений. То есть, вот достаточно взглянуть на настройки главного меню, и вы видите, что здесь, в общем-то, упоминается даже слово виджет. То есть, по большому счету, это такая, ну, даже уже не машина, это полуавтомобиль, полукомпьютер. Вы можете, естественно, настроить дисплей, как вы хотите, можете там изменить настройки приборов. Я не буду на этом долго заостряться, понятно, что это, в общем-то, относительно современная машина. То есть, как BMW, как и Mercedes не перестают удивлять в этой области. Значит, чего нет в этой машине из полезного? Ну, сами понимаете, то, что вы занесли порядка 90 тысяч долларов, совершенно не парит компанию BMW. Поэтому будет у вас вот такая вот красота, то есть, никакой камеры заднего вида, опять же, следующая комплектация за 7, там пар не будет. Здесь ориентируйтесь на парктронике. Из плюсов, соответственно, 4-диапазонный климат-контроль, что очень хорошо, очень удобно в дороге. А теперь я предлагаю немножко все-таки проехать на ней и понять, стоит ли вообще ее брать за такие деньги. Относительно шумоизоляции. В этой машине нет двойного стеклопакета. Ну, потому что комплектация, мягко говоря, не топовая. Да, здесь немножко слышно мотор. И да, если вы нажимаете на педаль тормоза, есть небольшой клевок, что, согласитесь, в общем-то, не очень здорово. Здесь, естественно, пневмоподвеска, она регулируется по высоте, то есть, вы можете машину задрать, если вдруг черт вас потащит на бездорожье, если вы совсем безбашенный и невменяемый человек. Ну, а в остальном, что? Спортивные сидения с боковой поддержкой, тоже очень приятная опция в эти деньги. И самое главное, за что любит BMW, это динамика и управляемость. Двигатель здесь трехлитровый, мощность у него 249 лошадей, для того, чтобы он проходил по налогам. Ну, сами понимаете, что все это можно чипануть и мощность можно поднять, что, в общем-то, в этом огромном кроссовере будет, конечно, не лишним. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как можно наблюдать, сейчас у нас выбран режим комфорт. Я думаю, что мы в нем достаточно прокатились, и теперь давайте перейдем в режим спорт и посмотрим, что же все-таки предложит нам динамичный режим от BMW. Нажимаем педаль в пол, секундный, наверное, где-то провал, и вот так. Знаете, что я могу сказать? Ну, первый урок, да, он интересный, то есть, тебя вдавливает сидение, но потом машина ехать все-таки перестает. Это говорит о том, что 249 коней для дизельного мотора, пусть даже с турбиной, в общем-то, не так и много. Вот сейчас мы едем с выжатым в пол газом, и я не могу сказать, чтобы динамика была ураганная. Как вы, наверное, слышали, сейчас я проехал по краю люка, и сзади слева был отчетливый такой пробой подвески. То есть, на мелких выбоинах, вот на таких, машина справляется, ее ходовая справляется со своей работой. Ну, по тормозам это BMW, то есть, понятно, что да, вот мы... Кстати, здесь стоит неплохая резина, это Michelin Pilot Sport, я так понимаю, она идет с завода, и я чувствую, как уже у нее начинают пахнуть тормоза. То есть, в принципе, тоже совершенно нормальная тема для BMW. По управляемости, значит, я вам могу сказать точно, что это абсолютно не X5, это абсолютно, естественно, не X5M, это абсолютно, конечно, не пятерка. То есть, управляемость здесь хуже, но для такого огромного сарая, поверьте мне на слово, она, в общем-то, на уровне, друзья. Я не знаю, насколько хватит тормозов в таком режиме, вот, садят, завалили мы в поворот, и она за счет активных систем тоже так себя подровняла. Вполне достойно. Что касается лежачих полицейских, ну, вот в режиме спорт, скорость 40 километров, и если спереди мы их проходим достаточно комфортно, сзади получается такой достаточно ощутимый пинок под зад. То есть, такого, знаете, прямо вот обещанного топовыми обзорщиками Лухари я здесь, парни, не наблюдаю. То есть, это действительно хорошая машина, это бесспорно, она очень веселая, эмоциональная, но она не сказать, чтобы мягкая. Что можно сказать по ощущениям, вот, от первых, так скажем, метров, да, там, сотен метров, которые я на ней проехал. Это действительно неплохой автомобиль, он очень уютный по регулировкам, то есть, человек любого роста будет себя здесь чувствовать изумительно. Даже я со своим ростом 198 сантиметров и весом 150, господа, за рулем чувствую себя как дома. А это, поверьте мне, бывает нечасто. Понятно, что в этой комплектации не будет шторок, не будет массажа, и здесь не будет самого главного, здесь не будет мощного двигателя на 400 лошадей. И, естественно, когда вы купите эту машину, особенно если до нее вы ездили на чем-то медленном, вам покажется, что она валит. Но, поверьте мне, если вы действительно любите ездить быстро, водите хорошо, через 1-2 дня, вот, всего вот этого вот, то, что я вам сейчас показываю, вам, господа, будет не хватать. Потому что любая BMW, она хороша в топе. Что можно сказать относительно всяких новомодных примочек и причиндалов? Вот BMW прямо из кожи вон лезла, когда говорила, что вот эта вот прибуда со звуком хорошо у нее работает. Ну, как видите, есть некое запаздывание, но, в принципе, можно считать, что действительно опция полезная. Потому что, ну, просто когда ты наваливаешь быстро, иногда нет у тебя времени отвлекаться там на кнопки или еще что-то. А помотать вот так вот лапкой, время, я думаю, у тебя найдется. Ну, если это будет, конечно, работать с первого раза, не как сейчас. Что будет с этой машиной, не знает никто, потому что, в общем-то, статистики по ним еще нет. Эта тачка конкретная проехала 16 километров, ну, как подрывает, прям приятно, аж прям двигает, даже на этом дохвом моторе. Вот, но, в целом, ощущение, конечно, от управления она оставляет, как любая BMW, идеальная. Вы сами понимаете, есть две философии. То есть, есть философия Краилова, это та философия, которую исповедую я, именно поэтому я езжу на Лексусе. И есть философия людей обеспеченных, которые готовы тратить деньги ради своего удовольствия. И, по большому счету, именно в такой машине мы сейчас и сидим, потому что машина приятная, но стоит три раза задуматься о том, а вообще, как бы, стоит ли она таких денег, которые придется потратить на ее содержание. За что люди любят BMW? Ну, во-первых, за то, как эти машины стоят на дороге. То есть, согласитесь, вот даже со смещением, со сруем резины, со смещением задней оси машина проходит повороты, как по-писанному. И это хорошо, потому что именно это дает уверенность в том, что, когда тебе нужно, ты все-таки увалишь поворот, а когда тебе нужно, ты остановишься, что не может не радовать. С точки зрения каких-то там оживляющих моментов в интерьере. Ну, естественно, здесь есть подсветки. Сейчас их не очень хорошо видно. Вот видно такую синенькую полоску. Цвета, конечно, меняются, то есть, в зависимости от ваших предпочтений. В целом, вечером интерьер этой машины тоже выглядит очень бодро и интересно. Итак, господа, что же нам обеспечивает достаточно приемлемую для такой тяжелой машины динамику? Ну, как тяжелой, 2400, по большому счету, сухая масса, но все-таки 7 секунд. Под капотом у нас находится двигатель B57D30. То есть, этот мотор известен нам очень хорошо по всей линейке, по сути, BMW. Это турбированный дизель, трехлитровый, который ставился на пятерки, ставился на X3, да и вообще много на что еще ставился. Мотор не новый, в общем-то, по большому счету, обсуждать его лишний раз смысла не вижу. Интересно, как он здесь расположен. Если взять линию от лобового стекла, от его конца и провести рукой, вы увидите, что мотор находится сантиметров на 25-30 глубже. Это связано с тем, что машина должна быть устойчивой. Ну, по крайней мере, если это BMW. И для того, чтобы она рулилась и хорошо стояла на дороге в поворотах, ну, максимально возможно, насколько это было реально для такого тяжелого кузова, немцы, конечно, расположили двигатель как можно ниже. И, как вы видите, места, в принципе, вокруг него в этом моторном отсеке много. Что говорит о том, что, естественно, это не максимальный по объему силовой агрегат. И остался еще один момент, который, я думаю, будет интересен некоторым из вас, друзьям. Это сколько эта машина потребляет топлива. Обратите внимание, друзья, если мы возьмем последнюю поездку, а ехали мы немедленно, то мы увидим вот на индивидуальных настройках, а это все спорт в нашем случае, мы увидим расход 11,4 литра на 100 километров дизеля. И я считаю, что для такой тачки, ну, нелегкой, это очень хороший показатель. Ну, если он вас, конечно, волнует, при условии того, что вы отдали за нее почти сотку. И, казалось бы, господа, прям не тачечка, а праздник. Че уж тут, бери бабки, неси дилеру, езди и наслаждайся. Ну, а со своей стороны я человек старый, который в России пожил давно. И бывает так, что могу проснуться в Москве, а к вечеру мне надо быть там, допустим, где-нибудь в Брянске. Или того, хуже, в Ростове. И я привык к тому, что мои машины действительно надежны. Что вам предлагает BMW в эти деньги? Чем вам придется заплатить за хорошую управляемость, за динамику? Ну, словом, за все, что я вам показал. А, Алексей Сергеевич, покажи нам, пожалуйста, поближе многорычажную подвесочку на X7. Ну, понятно, что у нас четырехпрышневые суппорта. Понятно, что у нас подвеска вся алюминиевая. Что у нас сложные формы, то есть рычаги, вот видите, такая вилочка. Есть рычажочек передний. Вот у нас рулевая рейка здесь тоже присутствует. И все это в данный момент у нас сагрегатировано, собрано на таком вот стальном подрамнике. На котором установлены, соответственно, кронштейны, опоры, сами опоры, ну и двигатель, мост и все прочее. Кстати, передний мост на этой машине выглядит вот так. Вот он. Эта машина, господа, создана для того, чтобы вы от своего особняка могли доехать до аэропорта. Ну, вот так вот, по-хорошему, максимум до Красной Поляны. Почему? Ну, просто вот обратите внимание. Вот эта вот нижняя точка, ниже уровня подрамника, это стартер, друзья. Вот эта вот плюсовая клемма. То есть, вот она идет, такие хомутики, как любит БВ, красивая. А это труба глушителя. То есть, в общем-то, если перетрется хомутик, эти вещи между собой встретятся, будет достаточно весело. Ну, понятно, что нас окружает алюминий, да, здесь кругом. А вот эта вот штучка такая, да, мы сейчас, естественно, сняли защиту. Ну, понятно, что когда стоят защиты, все здесь в пластике, все красиво. Вот эта вот гребеночка милая, по которой я вот так вот пальцем делаю, это пластиковый поддон коробки передач, которая стоит, ну, просто офигелярт рублей. Ну, так, чтобы вам было понятно, вот такая вот единица офигелярта, я думаю, будет самое то. Значит, если вдруг вы наедете на камушек на своей дальней даче и продавите пластиковую, подчеркиваю, защитку, у вас не будет поддона. Ну, не будет поддона, не будет и коробки. И вот обратите внимание на толщину карданного вала переднего, и вы поймете, что, естественно, он здесь не для того, чтобы лазить по бездорожью. Значит, что можно еще сказать про эту машину? Ну, вот смотрите, мы убрали один из кожухов защиты. Алексей Сергеевич, ну-ка, поближе на вот это все. Лакшери. И для вашего комфорта, как бы, применяются вот такие вот технологии, чтобы ни в коем случае на кузов ничего не передавалось. И все-таки, конечно, здорово, пока резинки новые и весело. Вот так вот выглядят крепежные планочки, на которых собираются, соответственно, трубки. Ну, тоже интересно, можете посмотреть чуть ниже уровня. Что можно сказать в защиту чудесного баварского концерна? Ну, здесь есть антикор. То есть не то, чтобы они сильно с ним заморачивались, потому что видно, что так снизу пыльнули прям по болтам, остались такие вот прям полосы. И, соответственно, видно, что обрабатывали скрытые полости. То есть машина прошла 16 тысяч, ей уже почти год, и тем не менее он оттуда сочится. Это хорошо. То есть, скажем так, на ваши 4 года вам этого, скорее всего, хватит. Значит, как это все выглядит, когда это собрано? Клиент, господа, то есть вы, отдав бабки, естественно, не должны ни о чем волноваться. То есть вот это вам все видеть не надо. Видеть вы должны вот это. То есть вот такие чудесные пластиковые кожуха, соответственно, которые закрывают все и не дают вам таращиться, куда вам не надо. Ну, только чтобы вы не нервничали, это же понятно. Значит, далее у нас идет чудеснейшая раздачная коробка, соответственно. Вот можете обратить внимание, как стоит ее блок. Это очень познавательно, прямо вот здесь вот, да, наверху. Защитка, кстати, кончается примерно на этом уровне. Нержавеющий глушитель, который здесь уже переходит, соответственно, в обычный стальной. Вы не видите кардана. Оно и понятно заднего, потому что кардан можно посмотреть вот здесь. То есть в этой части он идет, соответственно, между баком и вот этим вот кожухом. И там, как вы видите, все достаточно плотненько. Что можно сказать о задней ходовой этой машины? Ну, естественно, она тоже многорычажная, как вы можете наблюдать. Сами рычаги у нас стальные. А подрамник в этот раз, в отличие от переднего, выполнен из алюминия. Ну, как по мне, так достаточно спорное решение. Понятно, что немцы хотели, чтобы машина была не больше двух с половиной тонн в собранном состоянии. У них это получилось. Но вот были случаи, когда такой алюминий, он, в принципе, на продукцию баварского завода рвался. Ну, мощные стабилизаторы, как передние и задние. Вот такие вот хорошие, соответственно, втулки. Все сделано красиво, по-немецки, по уму. И, в общем-то, добротно. Единственный вопрос, как это все будет уживаться с нашими дорогами. Итак, господи, финалочка. Что я могу сказать по поводу этого автомобиля в целом? Ну, на мой взгляд, баварской компании, конечно, не хватало полноразмерного, большого, я бы даже сказал, внедорожника. Ну, потому что таковой был у Мерседеса, это ГЛ-серия. Таковой есть у Лексуса, соответственно, это Л-Х. Да и есть такие машины, их достаточно много. И, конечно, эта машина, она не будет узконишевой. Она привлечет к себе большое внимание людей. Уже привлекла, что греха таить. И останавливает только одно. Останавливает вот эти вот ценники. То есть, соответственно, 6+, до там, ну, 10,4, грубо. Может быть, даже есть более дорогие версии, врать не буду. Если вы родились состоятельным человеком или стали им, и у вас есть деньги на такую машину новую, в принципе, вам вообще не важно по-хорошему, как все это устроено и как это работает. То есть, эта машина доставит вам те позитивные эмоции, на которые рассчитываете вы и ваша семья. При условии того, что вы не будете на ней съезжать на какое-то там уж прям совсем лютое бездорожье. Максимум грунтовка. Сухая. Вот. Эта тачка, конечно, удобная, комфортная. Управляемая для машины таких размеров, подчеркну. У нее неплохой салон даже в этой комплектации ущербный. И, в принципе, она действительно достойна того внимания, которое мы ей все сейчас оказываем. Многих из вас эта машина не очень интересует, потому что, ну, что греха таить, я думаю, из всех подписчиков нашего канала, процента 2 может ее купить, не более. Поверьте мне, пройдет около 5 лет, эта машина будет стоить от 2,5 до 3,5 миллионов рублей. И ее будут хотеть многие. Куплю ли я ее себе? Честно говоря, я не знаю. Потому что все зависит от того, что будет через год, когда мне надо будет продавать мою машину. Если она будет второй машиной в семье, да, скорее всего, куплю. А если первой? Наверное, нет. Потому что для меня все-таки важнее не гаджеты на колесах, а хорошая японская надежность.